Региональный этап всероссийского конкурса «Живая классика» состоялся. В одиннадцатый раз его принимала Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени Сергея Аксакова. Победители определены, кто они, что и как читали. Репортаж Дмитрия Емельянова. А давай наберем полную ванну теплой воды, нырнем в нее с головой и будем сидеть на дне тихо, пока вошки не задохнутся, предложила я. Давай, согласилась Манька. Ангелина Ромашкина такая же озорная, как ее героиня Манюня. Успевает хорошо учиться в школе, помогает воспитывать младшего брата, занимается в драматическом кружке. Мне понравилось произведение Манюни, потому что она более похожа на меня. У нее такие же кудрявые волосы, по характеру она, как я, хулиганка. Хулиганка? Ну, я бываю не хулиганкой. В этом и есть секрет успеха, говорят юные чтецы. И пропустить образ героя через себя. Тогда и зритель вздрогнет, и жюри оценит. Так и было у Арины Лимоновой во время исполнения Асиного лета. У Аси имя Проскофия. И она говорит, что ее нужно звать Ася. Из-за этого к ней странно относится. Еще у нее ситуация, что у нее друг упал с дерева. Она себя чувствует виноватой. Она пытается это исправить. И в итоге у нее все получается. Она находит себе друзей спустя долгое время. По условиям конкурса «Живая классика» читать требуется только прозу. Эта традиция сохраняется уже 11 лет. Но в этом году есть новшества. К детям присоединились педагоги. В отборочный этап вышли у нас 19 педагогов-воспитателей из Ульяновской области. Конечно, для них это волнительно. Это уже говорили сами педагоги, когда мы их встречали. Очень переживают, волнуются, потому что это впервые они выступают. А волнение при публичном выступлении, как известно, не лучший спутник. Поэтому те, кто справился с эмоциями, пробились в финал регионального этапа. Среди них и Елена Котельщикова из Корсунского района с дикой уткой. Зажарим! Утка была некрепкая, молодая. Поворачивая голову по сторонам, она смотрела на нас изумленными бусинками глаз. Впереди у четырех педагогов и трех ребят уже всероссийские этапы. Но первый из них, несмотря на название конкурса, «Живая классика» пройдет в онлайн-формате. Дмитрий Емельянов, Александр Рассохин. Вести. Ульяновск.